Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео буду делать маникюр, а также рисовать прикольный дизайн. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки. Уже прошло 3 недели и пора менять дизайн. Как видите, прошлая аэрография относилась отлично. Нет сколов. Только чуть-чуть матовый топ загрязнился и вместо белого оттенка ногти немного пожелтели. Перед тем, как наносить аэрографию, я перекрывала ногти камуфлирующей базой. Поэтому сейчас аккуратно твердосплавной фрезой снимаю весь материал до тонкой подложки. Моя клиентка попросила сегодня длину не убирать, поэтому пилкой просто придаю ногтям форму. Пилкой 220 грит аккуратно прохожусь по ногтевой пластине, там где у нас осталось базовое покрытие. Сглаживаю все неровности. Это поможет в дальнейшем сделать хорошо выравнивание базой. Ведь когда у нас идеальная ровная поверхность, сделать красивое покрытие будет намного легче. По шарам отодвигаю кутикулу, чтобы сделать аппаратный маникюр. У моей девочки кутикула не очень сильно зарастает, кожа рук сухая, поэтому я выбираю именно такой вид маникюра. Фрезой пламя с острым носиком прочищаю пазухи. Сейчас фреза вращается со скоростью где-то 15 тысяч оборотов. Как вы уже знаете, я люблю работать с переключением режимов на моем аппарате. Сначала работаю на форварде, вычищая весь птеригий с одной стороны. Затем, когда все очистила, переключаю свой аппарат на реверс. И уже убираю птеригий с другой стороны. Когда разобралась с птеригием, я разворачиваю свою фрезу, выворачиваю свою руку и отжимаю кутикулу, чтобы она стала таким бортиком. Скорость не уменьшаю и режим не переключаю, то есть работаю на реверсе. Фреза вращается против часовой стрелки. Ну а теперь осталось маленьким алмазным шариком срезать кутикулу. Для этого я переключила свой аппарат на форвард и включила скорость примерно 5000 оборотов. Затем я бафом прохожусь по торцу и по всей ногтевой пластине. Но лучше этот процесс сделать до того момента, как шариком срезать кутикулу. Но я что-то заболталась и просто упустила этот момент. Поэтому шлифовала уже после среза кутикулы. Смахнув пыль, наношу базовое покрытие тонким слоем. У нас очень красивая ногтевая пластина, длинная, ровная. Поэтому здесь не нужно делать каких-то супер ванипуляций. Тем более наваливать большое количество базового покрытия, чтобы ногти превратились в пирожки. После того, как базовое покрытие подсохло в лампе, приступаю к дизайну. В последнее время мне на глаза попадалось очень много разных картинок с таким рисунком. И мне очень хотелось сделать что-то такое наподобие. Я показала изображение моей клиентки. Ей тоже понравилось. И мы решили, что сделаем что-то такое интересное. Ну а для того, чтобы приступить к рисунку, мне нужно перекрыть ногти белым гель-лаком. Безымянный ноготь на правой руке перекрываю полностью белым цветом. А вот все остальные ногти будут у нас вот с такими луночками. В работе использую гель-лак от торговой марки NOOB номер 48. Я уже обычным карандашом сделала наброс от головы Микки Мауса. А теперь с помощью черной гель-краски буду разрисовывать ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С головой Микки Маусом покончено. Отправила ее в лампу, чтобы она подсушилась. А теперь приступаю к нашим луночкам. Обвожу их тоже черной гель-краской. Продолжение следует... С помощью дотса ставлю разные три точки, которые будут напоминать нам голову Микки Мауса. Теперь беру апельсиновую палочку и делаю разные несимметричные точки. Сначала одной стороной апельсиновой палочки, затем другой, чтобы они все были разные и хаотичные. Ну а теперь осталось перекрыть наши ногти топом без липкого слоя. Вот такие милашки у нас сегодня получились. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой дизайн. Надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok